В Алапаевскую полицию позвонили из поселковой школы. Заведующая с трудом подыскивала слова, чтобы пересказать историю двух учениц родных сестренок. Да и у следователей волосы встали дымом. Семь лет с лета отец девочек, инвалид первой группы, неоднократно совершал те самые действия, о которых вы сейчас все подумали. 11-летняя Света подошла к учительнице после урока, начала говорить и разрыдалась. Она сказала, надо мной папа дома, он ко мне все время. Учитель как могла постаралась успокоить Дашу, вызвала школьного психолога. Несмотря на то, что работала она тут недолго, с сентября, женщина и раньше замечала странности в поведении девочек. Застенчивые, немножко запуганные, они мало с кем общались и не торопились домой после уроков. Психолог слушала безвязные откровения девочки и просто была, мягко говоря, удивлена. Отец сделал это с Дашей и ее младшей сестренкой уже давно. Девочки жаловались постоянно маме, но та им не верила, считала, что прекрасно знает своего мужа. После звонка из школы отца сразу же задержали. Сказали, что у Светы проблемы, ну и стала выяснять, что за проблемы. Свете надо помочь. Школьные педагоги были шокированы, узнав, что в их поселке живет свой Йозеф Фрицель. История о зверстках которого несколько месяцев назад облетела весь мир. Учителя обратились в милицию и на себя арестовали. Но оказывается, старшая дочь уже жаловалась на издевательство папы. Тогда ей не поверили. Из-за равнодушия и попустительства девочки еще несколько лет были вынуждены жить с этим чудовищем. Мотивирует это тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а что-то своим действиям не отдавал. Обжаловать приговор адвокат осужденного вряд ли возьмется. Доказательства говорят сами за себя. Да и несовершеннолетние свидетели от своих показаний вряд ли откажутся.